когда-то очень очень давно в незапамятные времена мне повезло на розыгрыше монет выиграть так скажем несколько монеток но не то чтобы несколько но приличное довольно таки количество на канале норму снорка есть такой у нас один из наших друзей живет он в шотландии и вот три монетки из того что он прислал были посвящены беатрис порт поттер и и героями ее рассказов так скажем вот вот такие вот прелесть монетки монет на самом деле гораздо больше ну вот ну что есть того тому есть тому и радуемся так скажем по-другому вот крайняя левая монетка это 2016 год и две следующие 2017 каждый год выходила по 4 монетки поскольку у беатрис поттер много много было рассказов книжек и соответственно монет тоже не вот так скажем ее на юбилей 150-летие со дня рождения отмечали так скажем не один год а сразу вот и в шестнадцатом и в семнадцатом году выходило по 4 монетки сразу и так кто же такая беатрис поттер есть такая английская детская писательница художник вот не одно поколение детей выросла читая сказки и рассматривая иллюстрации к ним поколение тех же самых детей только уже повзрослевших коллекционируют книги написанные беатрис поттер родилась она вот именно сегодня 28 июля но в далеком 1866 году в лондоне в среднесостоятельной семье в школе девочка никогда не училась папа у ней занимал довольно таки высокий пост и так скажем они были из состоятельной семьи и нанимали учителей для занятий на дому и вот с раннего детства у беатрис появилась страсть к рисованию родители всячески поощряли это увлечение приобщая дочь к музеям и близлежащим ботаническим садам девочка проводила много времени в саду зарисовывая и беря уроки рисования путь беатрис поттер как писательницы и художницы начал в 1902 году именно в этот год издатель ферри рекорн напечатал сказку про кролика питера до этого беатрис предлагала рукопись нескольким издательств но получала отказ поскольку книжка была слишком маленькой и с момента публикации свои первые сказки беатрис вплоть до 1910 года сочиняла рисовала и публиковала в среднем по две книжки в год писательница с детства очень любила животных и изучала их всю жизнь соседи поттер проявляли большой интерес к ее творчеству и радовались когда на картинках узнавали собственные дома местные сценки легли в основу сказок про зверушек и были выполнены так замечательно что со всех концов света и сегодня люди приезжают посмотреть места изображенные в ее книгах беатрикс поттер стал одной из первых кто занялся сохранением природы англии она постепенно скупила фермы разорившиеся соседи разрешив им продолжать вести хозяйство дожила беатрикс поттер до 22 декабря 1943 года в сирсо рей это в англии в возрасте дожив до возраста 77 лет она завещала 4000 акров земли и 15 ферм национальному парку вот такой вот замечательный человек кроме того что она писательница художник но еще вот как бы и эколог ну рекомендую очень рекомендую почитать ионные рассказы это нечто забавное рисунки тоже замечательные если найдете книги именно с юными рисунками ну и заодно заглядывайте изредка на канал норму снорка у него нет нет чего-то новое мелькает из новинок по монетам англии на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания